Джек Лондон. Северная Одиссея. Рассказы. Белое молчание. Кармен не протянет, пожалуй, и пары дней. Мэйсон выплюнул ледышку и, с сожалению, посмотрел на собаку. Потом снова взял ее лапу в рот, продолжая обкусывать намерзший меж пальцами лед. — Никогда, знаешь, я не видал, чтобы собака с благородным именем была на что-нибудь гадна, — сказал он, кончая это занятие и отбрасывая животное в сторону. Они все какие-то чахлые и дохнут от слишком развитого чувства ответственности. Разве заболевают собаки с простенькими именами вроде Кассияр, Сиваш или Хески. — Вот, посмотри на Шукума. Он... Трах! Скелетообразный зверь сделал страшный прыжок, и его белые зубы промелькнули у самой глотки Мэйсона. — Ах, чтоб тебя! — затрещина по уху, удар кнута, и животное уже лежало в снегу, слабо взвизгивая, и желтая пена бежала у него изо рта. — Так вот я говорю. Шукум. Сам-то он как будто еле волочит ноги, а вот увидишь, он съест эту Кармен. Не пройдет и недели, как съест. — А у меня предложение как раз обратное, — отвечал Мельмут Кит, поворачивая замерзший хлеб, поставленный к огню. — Давайте-ка съедим лучше Шукума, пока он еще чего-нибудь не предпринял. — Что ты скажешь на это, Руфь? Индианка поставила кофе на обломок льда и перевела глаза с Мельмута Кида на мужа и потом на собак. Она не сказала ничего. Все это были чересчур явные трюизмы и говорить не стоило. Впереди двести миль непрерывного пути с жалким шестидневным запасом для них самих, а для собак ничего. А другого выхода нет. Двое мужчин и женщина сгрудились у огня и принялись за еду. Собаки лежали в упряжи. Это была дневная передышка. И с жадностью следили за каждым проглатываемым куском. — Сегодня последний завтрак больше не будет, — сказал Мельмут Кит. — И я вам скажу, держите ухо востро с собаками. Они становятся подозрительными. Что им стоит в самом деле при удобном случае перервать кому-нибудь глотку? — А я был когда-то председателем воеварии и преподавал в воскресной школе. Выпалив это, Мейсон погрузился в задумчивое созерцание своих дымящихся макосин и очнулся только тогда, когда Руфь поставила перед ним кружку чая. — Вот хорошо, что у нас еще есть кирпичный чай. А я ведь видел, как он растет там, в Теннессе. Что бы я дал сейчас за горячий кусок пирога? — Не беда, Руфь, больше ты голодать не будешь. И макосин носить тоже не будешь. Женщина просияла при этих словах, и в глазах ее заструилась и поплыла большая любовь к белому господину. Первому белому человеку, какого она знала, и первому человеку вообще, который относился к ней, женщине, несколько лучше, чем к вьючному животному. — Да, Руфь, — продолжал ее муж, переходя на тот невообразимый жаргон, на котором они только и могли объясняться между собой. — Погоди, только пока мы это все обделаем. Мы отправимся тогда по ту сторону. Мы возьмем лодку белого человека и поедем на большую соленую воду. Да, скверная вода, тяжелая вода, целые горы, вверх и вниз, вверх и вниз, все время. И такая большущая, и такая длинная, очень далеко. Ты десять раз ляжешь спать, и двадцать раз ляжешь спать, и сорок раз ляжешь спать. Для наглядности он подсчитывал по пальцам. И все время вода, скверная вода. А потом мы приезжаем в большую деревню. Народу тьма, вот как москитов в прошлое лето. А вигвамы? У-у-у, какие высокие вигвамы! Десять елок, двадцать елок! Хай-ю-у! Он беспомощно остановился, бросив умоляющий взгляд на Мельмута Кида. Потом на языке знаков добросовестно подытожил двадцать елок, точка в точку. Мельмут Кид улыбался немного насмешливо, а у Руфи глаза стали совсем широкие от изумления и удовольствия. Ей показалось даже, что он шутит, и такая снисходительность особенно радовала ее бедное женское сердце. А потом ты влезаешь, ну, в коробку. И поехала! Для иллюстрации он подбросил кверху свою пустую кружку и, ловко поймав ее, продолжал. Пффф! Приехала вниз. О, великие ученые люди! Ты едешь в Форт-Юконн, я еду в северный город. Двадцать пять ночей и длинный шнурок между нами. Все время шнурок. Я беру шнурок и говорю, алло, Руфь, как вы там поживаете? А ты говоришь, это мой милый муж? А я говорю, да. А ты говоришь, не могу испечь хлеба, соды нет. А я говорю, посмотри-ка в шкафчике под мукой. А потом, до свидания. Ты смотришь в шкафчик и находишь массу соды. И все время ты в Форт-Юконне, я в северном городе. Руфь так непосредственно проявила свое восхищение этой волшебной историей, что оба мужчины расхохотались. Собачий рев сразу обрезал все чудеса по ту сторону. И пока удалось разнять визжащих и рычащих псов, женщина снарядила сани и все было готово к отъезду. — Пшли, черти! Хи! Пшли же! Мэйсон заработал кнутом, и когда собаки налегли в упряжку, сдвинул сани, подпирая их шестом. Руфь последовала со второй упряжкой, оставляя с последней Мельмута Кида, который помог ей сдвинуться. Сильный и грубый, способный свалить быка ударом кулака, Мельмут Кид не мог привыкнуть бить измученных собак и всячески старался ободрять их, что погонщики делают весьма редко. Он даже чуть не заплакал. — Ну-ну, пойдем, пойдем, бедные вы, колченогие бестии! — бормотал он после нескольких неудачных попыток самому сдвинуть сани. И в конце концов терпение его было вознаграждено, и с кряхтением и оханьем они торопились догонять товарищей. Разговоров больше не было. Напряженная работа не допускала такой роскоши, ибо из всех смертельно тяжелых работ северные переезды самое тяжелое. Счастлив тот, кто может проделать свой дневной путь по наезженной дороге хотя бы и ценой молчания. Ибо из всех изнуряющих работ самое тяжелое пробивать след по снегу. На каждом шагу тяжелые плетеные лыжи проваливаются так, что снег приходится на уровне колен. Теперь вверх, совершенно перпендикулярно вверх, так как уклонение на один дюйм в сторону грозит целой катастрофой. Лыжа должна быть поднята до самой поверхности, ни за что не зацепившись. Теперь вперед, то есть вниз, и другая нога с осторожностью поднимается перпендикулярно на расстоянии полуярда. Всякий, кто в первый раз пробует такой способ передвижения, если ему даже посчастливится благополучно вынести из опасности лыжи и не растянуться самому при неверном шаге, через какую-нибудь сотню ярдов совершенно выбивается из сил. И всякий, кто вынесет целый дневной переезд наравне с собаками, залезает на ночь в свой меховой мешок столь довольный собой и гордый, что и словами не рассказать. А тот, кто может сделать переезд в 20 ночевок, несомненно достоин зависти богов. Послеобеденное время тоже прошло с той серьезностью и почти жучей в душе, какая рождается в белом молчании. Безмолвные путники тянули свою лямку. У природы много различных способов убедить человека в его смертности и ничтожестве. Безостановочное движение моря, бешеная сила бури, толчки землетрясений, долгие перекаты небесной артиллерии, но самым поразительным, поражающим до отупления является воздействие белого молчания. Всякое движение остановилось, небо безоблачно и точно вылито из свинца. Малейший шепот кажется святотатством, и человек становится робким и пугается звука собственного голоса. Он единственный знак жизни среди призрачной пустыни этого мертвого мира, и он пугается своей дерзости и чувствует себя несчастным червяком. Ничем больше. Так тянулся день. В одном месте река делала крутую петлю, и Мэйсон захотел для сокращения пути пересечь перешейк. Но собаки не могли взять высокий берег. Один раз, другой, и хотя Руф и Мельмут Кит подпирали сани, собаки не брали. Тогда налегли из последних сил. Несчастные звери, ослабевшие от голода, старались как могли. Еще, еще, и сани вскарабкались по крутому подъему. Но передняя собака забрала слишком вправо и запутала в веревке лыжи Мэйсона. Результат был самый плачевный. Мэйсон был сбит с ног, одна из собак упала, и сани поползли вниз, стащав все за собою. Трррррр! Бешено заходил длинный кнут по спинам собак, полоснув ту, которая упала. «Нельзя, Мэйсон!» — вмешался Мельмут Кит. «Несчастные бестии и так едва волочат ноги. Подожди, я припрягу своих!» Услышав последние слова, Мэйсон удержал на мгновение кнут, но потом пустил еще раз его змеиные кольца по телу неудачницы. Кармен! Это была Кармен? Жалобно взвыла, зарылась на мгновение в снег, а потом упала на бок, вытянув ноги. Это был трагический момент. Оклевающая собака и неминуемая ссора между двумя товарищами. Руф переводил умоляющий взгляд с одного на другого. Но Мельмут Кит сдержал себя, хотя глаза его явно выражали неодобрение, и, нагнувшись над собакой, перерезал веревки. Ни слова не было сказано. Пришлось впрягать двойную упряжку в каждой из саней, и препятствие осталось позади. Сани тронулись, и оклевающая собака тащилась позади всех. Пока животное может передвигать ноги, его не пристреливают. Это последняя милость — тащиться вместе со своими, сколько хватит сил, в надежде на кусок мяса, если только людям посчастливится убить оленя. Уже раскаиваясь в своем поступке, но слишком упрямый, чтобы признаться в этом, Мейсон шел впереди каравана, немало не подозревая, что новая опасность висела над его головой. В шагах в пятидесяти от их дороги возвышалась могучая ель. Целые столетия она стояла здесь, и целые столетия судьба уготавливала ей этот конец. Быть может, готовила она его также и для Мейсона. Он остановился, чтобы подтянуть развязавшийся ремень сапога. Сани стали, и собаки, едва дыша, легли в снег. Тишина была жуткая. Ни малейшее дыхание не шевелило убранного инием леса. Холод и молчание иной жизни, иных пространств убили душу и сомкнули уста испуганной природы. В воздухе задрожал вздох. Они даже не услышали его, а скорее ощутили, как предчувствие движения в застывшей пустоте. И гигантское дерево, сломленное тяжестью снега и своих бесконечных лет, в последний раз сыграло свою роль в трагедии жизни. Человек услышал предостерегающий хруст и хотел отскочить, но было уже поздно. Удар пришелся ему по плечу. Внезапная опасность, близкая смерть, как часто Мельмут Кит стоял с ними лицом к лицу. Иглы еле еще не перестали дрожать, как он уже отдал свои короткие приказания и принялся за дело. Голос индианки тоже не дрогнул в праздных стонах и жалобах, что непременно случилось бы с большинством ее белых сестер. По его приказу она бросилась всей тяжестью своего тела на сымпровизированный рычаг, стараясь уменьшить тяжесть дерева и прислушиваясь к стонам мужа, в то время как Мельмут Кит атаковал дерево топором. Сталь как-то весело звенела, въедаясь в замерзший ствол, и каждый удар сопровождался прерывистым вздохом работающего. Наконец Киту удалось освободить из снега то жалкое нечто, что было еще недавно человеком. Но еще страшнее страданий его товарища была тупая мука на лице женщины, ее взгляд, взгляд ничего не видящий, полной надежды и безнадежного вопроса. Немного было сказано. Все, кто с севера, с детства учатся понимать тщету слов и безмерную ценность действий. При температуре в 65 ниже нуля человек не может пролежать долго в снегу и остаться в живых. Поэтому сани разгрузили, и несчастный, завернутый в меха, был положен на кучу ветвей. Перед ним развели костер из того же дерева, которое погубило его. Позади лежащего и отчасти над ним был устроен отражающий экран из брезента, он собирал лучи тепла и направлял их на больного, штука, какую знают все изучавшие физику на деле. Люди, которые делят свои ложи со смертью, хорошо знают, когда прозвучит призыв. Мейсон был страшно изувечен. Это было ясно из самого поверхностного осмотра. Его правая рука, нога, а также и спина были переломаны, и все члены были парализованы. Не менее тяжкие были и внутренние повреждения. Только по стонам, редким и тихим, можно было заключить, что он еще жив. Надежды не было, и нечего было делать. Жестокая ночь длилась. Хорошая доза безнадежного стоицизма индианской расы для Руфи, а для Мельмута Кида новые глубокие борозды по бронзовому лицу. В конце концов, Мейсон страдал меньше всех. Он уносился в восточной Теннессе, в великие дымящиеся горы, вновь переживая свое детство и юность. И самым волнующим были обрывки песен давно забытого родного юга, когда он бредил о плавучих западнях, об охоте на выдру, о набегах за арбузами. Для Руфи это был непонятный язык, но Кит понимал и переживал все. Так переживал, как только может переживать человек, на целые годы выброшенный из всего, что называется цивилизацией. Утро привело в сознание умирающего, и Мельмут Кит наклонился к нему совсем близко, чтобы уловить его шепот. Помнишь ты, как мы собирались в Танана? Четыре года будет, когда тронется лед. Я не очень-то думал о ней тогда. А ведь она была больше для меня, чем хорошенькая. И был во всем этом, да, такой привкус восхищения, что ли. Знаешь, я только потом ее раскусил. Она была мне хорошей женой, Кит. Всегда плечо к плечу в трудную минуту. А уж что до переездов, сам знаешь, такую другую не найдешь. Ты помнишь, как она стреляла там на оленьих порогах, чтобы дать время тебе и мне спуститься со скалы? Пули свистели по воде, как град, помнишь? А когда мы все голодали, внуклики это... А когда был и доход, а она бежала через реку за новостями. Да, она была мне хорошей женой. Лучше, чем та другая. Никогда не говорил тебе, да? Один-то раз пробовал говорить, помнишь, в Штатах? Потому же я и сюда попал. Мы выросли вместе. Я уехал, чтобы был предлог для развода. Она так и сделала. Но все это не касается Руфи. Я надеялся все ликвидировать к будущему году и уехать на родину вместе с ней. Но теперь поздно. Не отсылай ее, Кит, к ее племени. Для женщины чертовски тяжело возвращаться к своим. Ты подумай. Почти четыре года на наших бобах и на нашем сале и муке и сушеных фруктах. И вернуться на рыбу и на карибу. И будет очень тяжело узнать нашу жизнь и наше обхождение. Увидеть, что лучше, чем у своих. И в конце концов вернуться к ним. Позаботься о ней, Кит. И почему бы тебе... Впрочем, ты этих боишься всегда. Да и ты не говорил мне ни разу, почему ты попал сюда. Будь с ней подобрее, Кит. И отошли ее в Штаты. Как только сможешь поскорее. Только устрои все так, чтобы она могла вернуться к своим, если захочет. Если у ней, знаешь ли, вдруг сделается тоска по родине. И насчет малыша. Он нас очень сроднил, Кит. Нет. Надеюсь только, что, мальчик, ты подумай. Моя кровь. Его нельзя оставить расти здесь. А если девочка? Почему бы и нет? Продай мои меха. За них получишь на худой конец пять тысяч. И столько же еще мне должна компания. Соедини мои деньги с твоими и пусти все вместе в оборот. Мне кажется, что спрос повышается. И ты позаботься, чтобы он получил хорошее образование. И главное, Кит, это прежде всего... Пусть он не возвращается сюда. Эта страна не для белых людей. Я человек конченый, Кит. Три-четыре ночи самое большее. Ты говоришь, что не хочешь уезжать? Но вы должны уехать. Ты помни, ведь это моя жена. Мой мальчик. Господи, только бы мальчик. Ты не можешь оставаться со мной. Я требую... Я умирающий. Требую, чтобы ты ехал. Дай мне три дня, просил Мельмут Кит. Тебе, может быть, станет лучше. Все как-нибудь переменится. Нет. Только три дня. Вы должны ехать. Два дня. Кит, ради моей жены и ради моего ребенка ты не должен просить. Один день. Нет, нет. Я требую. Только один день. Можем же мы пожертвовать одним днем. Мы как-нибудь сэкономим на провианте. А я, может быть, набреду на оленя. Нет. А, впрочем, хорошо. Один день. Пусть, но не минутки дольше. Еще, Кит, не оставляй. Ну, не оставляй меня одного. Раз и готово. Один раз дотронуться до курка. Ты понимаешь? Подумай. Подумай только. Плоть от моей плоти. А я его никогда не увижу. Пошли сюда, Руфь. Я хочу попрощаться с ней и сказать, что она должна думать о мальчике. И не ждать, пока я тут буду умирать. А то она, пожалуй, откажется ехать с тобой, если я не скажу. Прощай, старина. Прощай, Кит. Кит, еще. Вот что, поройся около спуска. Я намыл один раз целых сорок центов с лопатой. И еще, Кит. Кит наклонился ниже, чтобы уловить последние едва слышные слова. Умирающий пересилил свою гордость. Мне очень жаль, зачем. Но, ты знаешь, Кармен... Оставив женщину, тихо плачущую около мужа, Кит надел свою парку и лыжи, вскинул ружье на плечи и пошел в лес. Он не был новичком в суровых страданиях с севера, но ни разу еще не приходилось ему решать такую трудную задачу, как сейчас. Говоря отвлеченно, это была простая математическая задача. Возможность спасти три жизни ценой одной, уже обреченной. Но здесь он остановился. Целых пять лет плечо к плечу, по рекам и дорогам, в полях и рудниках, встречая ежеминутно смерть, опасность и голод, ткали они свою дружбу. И так крепка была эта связь, что часто он замечал, наблюдая за собою, что ревнует товарища Круфи с того времени, как она встала между ними. И теперь эта дружба будет убита его собственными руками. И он молился об олене, об одном единственном олене. Но вся дичь точно бежала из этой страны. И когда наступила ночь, измученный человек притащился к своим с пустыми руками и истерзанным сердцем. Рычание собак и резкие вскрики Круфи заставили его бежать скорее. Выскочив из леса, он увидел женщину, размахивающую топором посреди бешено ревущей стаи. Собаки приступили железные законы своих повелителей и атаковали провиант. С ружьем наперевес он бросился в середину стаи, и извечная жестокая драма борьбы за существование была разыграна со всей свирепостью в соответствующей окружающей первобытной обстановке. Ружье и топор поднимались и опускались, почти всегда попадая в цель с монотонной правильностью. Гибкие тела зверей взмятывались в воздух с дико сверкающими глазами и оскальными зубами. Человек и животное боролись за преобладание, боролись до последнего предела возможности. Наконец, сбитые животные уползли за линию света, отбрасываемого костром, зализывая свои раны и спуская стоны отчаяния в ночное звездное небо. Весь запас сушеной рыбы был уничтожен, и путникам оставалось каких-нибудь пять фунтов муки на двести верст пути. Руфь вернулась к мужу, а мельмут кит освежевал еще не остывшее тело одной из собак, череп которой был раздроблен топором. Куски мяса были тщательно отобраны и спрятаны, а шкура и внутренности были отданы собакам. Утро принесло с собой новое беспокойство. Собаки набросились друг на друга. Кармен, которая все еще цеплялась за свое жалкое существование, была разорвана стаей. Кнут безостановочно колотил по их спинам. Они визжали и выли под ударами, но отказывались сдвинуться, пока не были уничтожены последние жалкие клочки. Кости, шкура, шерсть, все исчезло. Мельмут кит принялся за дело, прислушиваясь к Мейсону, который уже опять был у себя в Теннессе, разговаривал, бешено спорил и умолял давно забытых друзей и братьев. Мельмут решил воспользоваться близостью двух молодых елок. С помощью руфи он сделал нечто вроде мешка, какие делают иногда охотники, чтобы сохранить мясо от волков и собак. Одно за другой пригнул к земле и друг к другу верхушки молодых елок, и связал их ремнями из оленьей шкуры. Потом он усмирил собак и впряг их вдвое саней. На них он погрузил все, что у них было, за исключением мехов, в какие был завернут Мейсон. Кит замотал и обвязал эти меха плотнее вокруг тела умирающего, прикрепив за два конца к верхушкам елок. Одного удара охотничьего ножа было бы достаточно, чтобы отпустить вершины и бросить тело высоко в воздух. Рофи выслушала последние приказания мужа и не сопротивлялась. Бедняжка слишком хорошо была обучена покорности. С детства она привыкла склоняться и видела, как и все другие женщины склонялись перед господами земли, и ей казалось законом природы, что женщина не сопротивлялась. Кит разрешил ей одну вспышку горя, когда она целовала последний раз мужа. В ее племени так не делали. Потом отвел ее к передней запряжке и помог ей надеть лыжи. Тупо автоматически она взяла кнут и веревку и подняла собак в дорогу. А Кит вернулся к Мейсону, который впал в коматозное состояние. И долго еще после того, как она скрылась из виду, Мельмут Кит, сгорбившись у огня, ждал, надеялся, просил, чтобы смерть сама пришла к его товарищу. Не весело оставаться одному с тяжелыми мыслями в белом молчании. Темная тишина ночи — добрая тишина. Она точно прячет, защищает человека, касается до него тысячами неосязаемых прикосновений. Но яркое белое молчание, прозрачное и холодное, под тяжестью свинцового неба, оно безжалостно. Прошел час, два часа, но человек не умирал. В полдень солнце, не поднимаясь над южным горизонтом, разбросало вспышки огня по небу и так же быстро стерло их опять. Мельмут Кит поднялся, подошел к товарищу и посмотрел на него. Белое молчание насмешливо следило за ним, и ему стало невыносимо страшно. Раздался короткий выстрел, и Мельмут Кит взлетел в свою воздушную гробницу, а Мельмут Кит пустил собак бешеным галопом. Мельмут Кит пустил собак бешеным галопом.